Качество детских площадок Черногорска раскритиковали федеральные инспекторы ОНФ. Московские специалисты сегодня осмотрели игровые комплексы и вынесли вердикт. Горки и песочницы не только выглядят неэстетично, но и опасны для игр. О том, на что стоит обратить внимание родителям, Наталья Гармашова. У меня каждый день смерть ребенка, вы знаете, не так ли. Вы со мной сейчас? Вот я хочу, чтобы они понимали, что вот это сегодня должно быть убрано. Отсюда, с этой территории. И мне не важно, что думает сегодня глава города и министр здесь, в Хакасии. Следующая картинка тоже из-за разряда фильма ужасов. Качаться вот так смертельно опасно. Примеры есть, уверяет Светлана Калинина. Все потому, что под сидением качели отсутствует резиновый рулон-амортизатор, который смягчает удар, перекладенный о землю. А это уже более серьезные конструкции. Подвесные качели с крышей, и они тоже установлены неправильно. Металлическое основание следовало вкопать в землю, а так можно споткнуться. Дальше песочница с обломанными бортиками и содержимым сомнительного качества. Сломанные турники, не внушающее доверие горки и даже топиарные фигуры не остаются без внимания эксперта. Здесь дело уже не в безопасности, а эстетике. Видите, там возники прививают. Просто люди лазают тут. Они для того, чтобы люди по ним лазили. Если вы на всякий случай топиаре, для того, чтобы по ним лазили. Каждый топиаре сколько стоит? Две фигурки? Миллион. Для чего? Если не можете содержать, зачем вставить? После четких разъяснений черногорцам стало, наконец, ясно, зачем нужна такая красота. Ну а Светлане Калениной уже завтра нужен фотоотчет о проделанном ремонте. А вот на ответ по устранению дефектов брусчатки, которой всего три года, эксперт отводит чуть больше времени до конца следующей недели. Гарантийный срок на покрытие еще не истек, а значит, ответственность за содержание несет подрядчик. С него и будет спрос. Но для этого сами городские власти должны проявить инициативу и связаться с рабочими. В течение дня эксперт осмотрела игровые и спортивные площадки Черногорска, Устябакана, Сорска, возведенные за последние несколько лет на федеральные средства по программе формирования комфортной городской среды. И вот вердикт. Я была у вас в 2017 году. Я понимала, ну тогда только мы начинали проектные решения все. И действительно деньги только приходили. Ну дали деньги. Вот здесь 13 миллионов. Обшарпанные лавки. Ну обшарпанные, вот так мне рассказывают. Ну качелей нет. Ну украли претензионную работу. Ну нет. Это что, глава так отвечает? Это глава исполнительной власти. Серость, унылость, обшарпанность. Ничего не изменилось с 2017 года. Возмутила инспектора не только равнодушие к ситуации местных властей, но и непродуманность проектных решений при строительстве городков. Например, в девятом поселке Черногорска, в сквере «Мир» над игровыми комплексами висят провода и розетка, до которых можно дотянуться рукой. Такое приспособление, видимо, придумано для подключения новогодней иллюминации. Прокуратура генеральная займется теми проектными решениями. Я проверю каждую смертную стоимость. Надо начинать сейчас действовать активно в сохранении того хотя бы, что осталось. Поэтому будем приводить в порядок. Завтра Светлана Калинина отправится с инспекцией по Абакану, Саиногорску и ряду районов республики. В завершении рабочей командировки в Хакасию даст общую оценку состояния дорогостоящих игровых комплексов в регионе и работе местных властей в вопросе исполнения госпрограмм. Наталья Гармашова, Елена Крылова, Дмитрий Симонов. Вести Хакасия.